Знает ли кто-то из вас, где водятся волшебники? Оказывается, они есть не только в фантазиях, но и в нашем родном городе. И, прекрасная новость, их много, не менее тысячи человек. Именно столько красноярцев поучаствовало в благотворительном проекте Афонтова «Я, Дед Мороз». Благотворительный проект Афонтова «Я, Дед Мороз» завершил свою работу в этом году. Было собрано почти тысячи подарков. Подарки уже доставлены в четыре пансионата города Красноярска. Хочется сказать огромное спасибо всем участникам акции «Я, Дед Мороз». Мы вместе делаем важное доброе дело. Многих из тех, кто участвовал в проекте, мы теперь знаем в лицо. Они стали героями сюжетов, которые можно было увидеть на Афонтово в декабре. Самые маленькие волшебники – наши трогательные дошколята. К проекту присоединялись целыми группами детских садов. Спасибо вам, ребята! Дорогие бабушки и дедушки, мы вместе с мамой собирали подарок вам. Мы туда положили шампуни, конфетки, варушки, носочки, гель для душа, чтобы вам было тепло и уютно. Дорогие бабушки и дедушки, хотим передать наш теплый душ. Поздравляем вас с Новым годом и желаем вам здоровья и счастья. Надеюсь, вам понравится, что мы для вас приготовили. Некоторые школы в этом году уже могли отмечать свой первый маленький юбилей участия в «Я, Дед Мороз». Огромная благодарность им за это. Все от других будет и поет. Мы встречаем вместе Новый год. Я дышу ей тысячи за день. Это правильность взрослых и детей. Я хочу пожелать одиноким людям добра, тепла, чтобы поделиться своим теплом с ними, чтобы они никогда не болели. Ведущие Афонтова также собирали свои подарки. Отнеслись к этому креативно и с присущим им задором. Ух, настроение такое новогоднее. Друзья, всем привет. Меня зовут Киселева Кристина, ведущая телеканала Афонтова. Наши коллеги и даже больше, чем коллеги из еженедельника «Шанс» также помогали собирать сюрпризы для бабушек и дедушек всей редакции. Ну и, конечно, партнер проекта «Я, Дед Мороз» – страховая компания «Сагаз», в чьи офисы красноярцы также приносили подарки. А для сотрудников компании участие в проекте стало доброй традицией. Мы делаем еще и поделки непосредственно перед Новым годом. Их уже выставляем тоже сюда вместе с подарками, оцениваем их. Все подарки накануне Нового года были отправлены в пансионаты Красноярска. Их уже получили одинокие бабушки и дедушки. Теперь мы точно знаем – маленькое чудо требуется не только детям. Нашим людям, проживающим, эти подарки, они очень важны. Это внимание. Они ждут этого внимания каждый год. И мы предпринимали все меры, чтобы этот праздник состоялся. И там предусмотрели костюм Деда Мороза и Снегурочки. И чудо произошло. На нас вышла Фонтова, нам предложила, спросила у нас, сколько проживает у нас людей. И представила каждому новогодний подарок. Это просто чудесное мероприятие, которое действительно произошло чудо перед Новым годом. Поскольку у нас люди, у кого-то есть родственники, у кого-то нет. Но всем им нужно это внимание. Крайне большое вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин